Корреспонденты газеты «Вечерний Мормонск» подвели итоги конкурса. В этот раз читатели должны были прислать в редакцию свой вариант небольшого японского стихотворения «Хоку», ну а посвятить строчке «Городу-герою», которому в начале октября исполнился 101 год. О том, почему областной центр решили поздравить в такой необычной форме, и причем здесь далеко от заполярья страна восходящего солнца, расскажем далее. Одна из форм интерактивного взаимодействия с читателями – это конкурсы. Их подписчики «Вечерки» традиционно не оставляют без внимания. При старте каждого нового проекта с призами поступают десятки заявок. Вот и в этот раз жители Мурманска с удовольствием откликнулись на предложение придумать «Хоку» ко дню рождения «Города-героя». Конкурс мы так и назвали «Любовь в японском стиле». Поэтому там есть такие строгие правила «Хоку». Мы их, конечно, изложили и попросили придерживаться, но жюри строго не подходило к этому, потому что понимаем, что непрофессиональные авторы. Партнером проекта, предоставившим хорошие призы для участников, стал один из магазинов Мурманска, торгующих электроникой. Но даже такой факт не сразу способен натолкнуть на мысль, что связывает страну восходящего солнца и заполярный Мурманск, где главный источник тепла и света на несколько месяцев в году почти не выходит из-за горизонта. Коллектив молодой у нас, коллектив творческий, коллектив, который люди молодые, они загорающиеся. И когда появилась идея как-то принять участие в праздновании Дня города, мы сели и подумали, что одной из стран-лидеров производителей компьютерной техники является Япония. И дальше развели идею до стихотворения «Хоку» вместе с нашим партнером газеты «Вечерний Мурманск». Первое место в конкурсе заняла семья Светкиных. Победные строчки сочинила мама, а сыновья ей активно помогали. Парням еще предстоит определить, кому достанется призовой планшет. Стоит отметить, что в акциях «Вечерки» они принимают участие постоянно и уже становились финалистами. Вот только таких подарков за творческие инициативы еще не получали.